Как я рад приветствовать всех, кто смотрит в центре объектива. Почему? Потому что, когда вы смотрите нашу передачу, вы получаете полезную информацию. Вот очень важно не просто болтать, а быть действительно полезным. Поэтому, ребята, прежде чем я начну с вами беседовать и давать вам хорошие советы, я хочу спросить у вас, а все ли люди, с которыми вы общаетесь, являются полезными? Не обязательно полезными для вас, полезными для, в первую очередь, Армении и армянского народа. Вот я, честно говоря, сужу о людях именно по таким критериям. Возможно, что это эгоистично. И вообще, почему все должны быть полезны Армении? Ну, у нас же такое направление, правильно? Мы выбрали себе такое направление. И не потому, что это выгодно, а потому, что это от сердца. Поэтому, ребята, теперь слушаем полезную информацию, которая исходит от моего сердца. Я вам дам свои советы, куда поехать отдыхать в Армении. Вы приехали в Ереван, вы приехали на 10 дней. И часто вы задаете нам вопрос, Ром, а куда нам поехать? Да, действительно, куда вам поехать? Чтобы это было близко или не обязательно близко, но очень интересно. Вот мы и об этом поговорим с вами в этом выпуске передачи в центре объектива. Первое направление это Лорийская область. Напомню, что Армения состоит из 10 областей столицы Армении Еревана. Лорийская область это сказочная область Армении, где прохладно, очень красиво, очень интересно. И по Лорийской области я буду перечислять места, где можно отдохнуть. То есть, Лорийскую область вы можете поехать, например, на 3 дня. И за 3 дня я вам советую в Лорийской области посмотреть. Первое, что мы можем посмотреть, сейчас мы видим картинку на экране, это монастыри Санаин и Ахпад. Они находятся очень недалеко друг от друга. Итак, первый пункт это Санаин и Ахпад. Обязательно советую посмотреть. Дальше у нас на экране церковь Тиряновор. Кстати говоря, эту церковь снимал наш фотограф Мамвел Арутюнян во время фотосессии с Ани Закарян. И мы с вами видим на экране церковь Тиряновор. Она находится в селе Одзун. Очень красивое, колоритное село. Поэтому я вам советую поехать, конечно же, туда. Следующая фотография, которая появляется на экране, это фотография города Степанован. Степанован это очень красивый курортный город. Здесь вы можете снять домик, здесь вы можете снять номер в отеле. Я вам советую Дендрариум. Мы видим на экране фотографию Дендрариума, известного в Армении. Ну а фотографии Дендрариума в Степановане сменяет фотография города Ванадзор. Город Ванадзор находится тоже в Лорийской области. Если вы на три дня едете в Лорий, то обязательно вы можете погулять в городе Ванадзор, который, кстати говоря, с каждым годом становится все краше и краше. После Ванадзора или до Ванадзора, если вы в Лорий, пожалуйста, посмотрите на монастырь Кобайр. Сейчас мы на экране видим монастырь Кобайр. Посмотрите, какая это красота. Да, действительно, Кобайр – это не просто старинное место, это волшебное место. Поэтому это то место, которое я вам советую посмотреть. Ну, дорогие друзья, просто скажу в кадре, что монастырь Кобайр находится на трассе Ванадзор-Алаверды. Поэтому советую ехать в Лорийскую область и посещать ее в обязательном порядке. Трех дней, я думаю, будет достаточно. Двигаемся дальше. Мой совет – поехать в Арагадзорскую область. Что посмотреть в Арагадзорской области? И вот мои советы, куда я еду и советую вам того же. Первая наша остановка – это село Бюрокан. Мы видим сейчас на экране село Бюрокан. Это будет стоить 3500 драмов. То есть, если вы едете Ереван-село Бюрокан, 3500 драмов в один конец. Итого туда и обратно 7000 драмов. От Бюрокана недалеко – это гора Арагадз. Если мы просто берем такси из Еревана до Арагадз, то это будет стоить по Яндексу, тому же или любой другой системе, 6300 драм примерно в один конец. Там же недалеко мы видим на экране сейчас это монастырь, прошу прощения, крепость Амберт. Амберт – тоже очень красивое райское место. Поэтому я вам советую посетить Амберт. Ну, сейчас могу отметить в кадре, сказать, что, дорогие друзья, в Арагадзорской области, например, одно из моих любимых мест – это монастырь Самосаванг. Давайте дадим на экране, вот мы видим монастырь Самосаванг, очень красивое место. И еще одно место, которое кроме Самосаванга я вам советую посетить – это винодельня Воскеваз, которая находится в селе Воскеваз. Вот мы нашли фотографии завода Воскеваз, это последние фотографии, и вы можете ими любоваться. Это все, что касается, друзья, Арагадзорской области. Напомню, что вы смотрите спецвыпуск в центре объектива. Я вам рассказываю, куда нужно и можно поехать в Армении для того, чтобы увидеть красивые и интересные места. Двигаемся дальше, и следующая наша область, которую я советую вам увидеть и посмотреть – это Тавужская область Армении. На экране сменяться будут одно место за другим. Начнем с города Дилиджан. Дилиджан – это место, которое приковывает своей природой, своим воздухом. Потрясающе вкусная вода здесь в Дилиджане. Кроме Дилиджана я советую вам поехать в город Иджеван, это областной центр Тавужской области. Иджеван привлекает все больше и больше людей с каждым днем, и сейчас становится не менее популярным местом, чем Дилиджан. Кстати, в Иджеване тоже много изменений, люди там больше не мусорят, как это было 5 лет тому назад. Весь город сейчас освещается, раньше там не было освещения. Открываются новые рестораны, кафе. Я вам советую город Иджеван. Кроме Иджевана мы видим на экране райское место под названием Енокаван. Енокаван – это место, где не только можно снять номер в гостинице, не только покататься на лошадях, но и действительно просыпаться с ощущением, будто вы просываетесь в раю. Еще одно потрясающее место в Тавужской области. Я просто вместе с вами любуюсь. На экранах мы видим Гошаванг. Монастырь Гошаванг – это село, это монастырь, это большое количество ресторанов, которые сейчас вот открылись и открываются там. Поэтому я вам, конечно же, советую. Также недалеко там находится монастырь Агарцин. Монастырь Агарцин – очень древнее место. И, конечно, я вам советую монастырь Агарцин. Недалеко в Тавужской области монастырь Макараванг. Макараванг – это монастырь недалеко возле села Ачаджур. Скажу, что там буквально несколько лет тому назад была полностью отремонтирована дорога. Это 7 километров отрезок дороги, который подходит прямо к монастырю Макараванг. Я вам советую посетить этот монастырь. Очень красивое место. Еще одно место – это озеро Парзлич, которое я советую нашим читателям и зрителям. Посещайте город Берт. Сейчас мы видим на экранах город Берт. Тоже невероятное место. Я был несколько раз в Берте. Там очень вкусное мясо, вкусные шашлыки и очень-очень добрые люди. Ну и еще одна точка в Тавужской области, куда я вам советую поехать – это село Чинчин и село Айгетзор. Эти два села, которые, в моем понимании, самые красивые в Армении и, конечно же, в Тавужской области Армении. Мы возвращаемся в нашу студию и продолжаем рассказывать, куда надо в Армении поехать, что нужно посмотреть. Этот спецвыпуск мы готовили и готовим для всех, кто любит слушать объективную информацию. У нас только объективная информация. И следующая область, куда я вам советую поехать – область Сюник. Итак, в Сюнике мы посещаем монастырь Татев. Монастырь Татев, где также канатная дорога, самая большая в мире, построенная здесь, возле монастыря Татев. Следующая точка в Сюникской области – это город Капан, который семимильными шагами развивается. Я советую всем посетить город Капан. Еще одно потрясающее место в Сюникской области – это Хэнзорэск. Мы видим на экране Хэнзорэск. Сюда приезжает каждый год большое количество туристов. Вам я тоже советую поехать в Хэнзорэск. Конечно, наш прекрасный город Горис, в котором, кстати говоря, в этом году такое количество идет строительство дорог. То есть внутри города дворы, все это ремонтируется. Горис будет с каждым годом только и только становиться лучше. Поэтому Горис – это еще одна точка, куда мы вам советуем поехать. Дорогие друзья, еще одно место в Сюникской области, куда наша съемочная группа вам советует поехать – это водопад Шаки. Находится он недалеко от города Сисиана. Водопад Шаки, где вы можете насладиться звуком вот этой воды, пофотографироваться. Кстати, возле водопада очень вкусное кофе продают, очень вкусный чай. Поэтому отправляйтесь к водопаду Шакин. Ну и, конечно, древние руины Караунджа. Пожалуйста, мы сейчас на экране видим вот эти руины. Очень красивое место, можно сделать потрясающие фотографии. Поэтому я вам советую, конечно же, поехать в это прекрасное место. Котайкская область, о которой я хотел бы вам рассказать. Друзья, обязательно нужно посещать. Котайкская область Армении. Единственная сейчас в Армении, которая является неприграничной, находится близко от Еревана. Итак, мы начинаем с первого нашего пункта. Это село Фонтан, которое очень близко, 27 километров от Еревана. Еще одна точка, это город Чаренцаван. Я советую заехать в Чаренцаван буквально на один час. Там можно поехать посмотреть весь этот город. Он очень красивый, там очень вкусно кормят. Очень много в Чаренцаване улыбчивых, красивых людей. Также, конечно же, мы не забываем, что в Котайкской области есть потрясающее село, которое называется Арзакан. Это единственное село в Армении, где 13 древних церквей. Ну вот мы видим на экране церковь Негуц. Это тоже церковь, которую фотографировала наша команда. И вы видите, какая это красота. Еще одно место в Котайкской области, это город Цахкадзор. Там тоже есть канатная дорога, Цахкадзор. Для того, чтобы доехать до Цахкадзора из Еревана, нужно заплатить 6300 драм. Такова цена на такси. Советую также посетить село Баджни. Посмотрите, какая это красота, село Баджни. Кстати, там многие покупают квартиры, земельные участки. И я вам, конечно, советую это сделать. А после Сардарапата я хочу сказать, что поездка в каждое красивое место, это тоже победа. Главное поднять себя, поднять свою пятую точку и отправиться в красивые места наших предков, которые воевали за эти места. И сегодня у нас осталась маленькая Армения, которую обязательно нужно изучить вдоль и поперек. Многие из вас не знают Армению толком. Итак, Ширакская область Армении. Я советую вам, конечно, посетить наш город Гюмри. Последние пять лет там бурные стройки, строят гостиницы, дороги правительства. Отремонтировали аэропорт, открыли школу Тумо. Очень много изменений в Гюмри. Посетите, конечно, город Гюмри. Всем советую, хотя бы на один день. Утром туда едут электрички, днем они едут. То есть два раза в день вы можете выехать. Если не ошибаюсь, в 7.30 утра и в дневное время, по-моему, полчетвертого, можно выехать в город Гюмри, например, на электричке. С понедельника по пятницу туда едут современные электрички с кондиционером. И в Ширакской области также мы советуем вам посетить церковь Пемзашен. Вы сейчас видите ее на экранах. Это тоже работы нашего коллеги Мамвела Арутняна. И они за Карян. Пемзашен находится по дороге из Маралика в Гюмри. Это очень удобно, прямо на повороте, несколько километров. Еще одна область Армении очень близко от Еревана. Армавирская область. В Армавирской области без фотографии прямо в кадр скажу, что нам нужно обязательно ехать в село Багаран. Это очень красивое место. У меня там много друзей. Ну и, конечно, скажу, что мы уже видели с вами, мы не будем показывать фотографии, мы видели с вами промо-ролик Сардарапад. Вот в Сардарапад обязательно нужно ехать, обязательно нужно посещать Сардарапад. Кроме Армавирской области мы продолжим говорить о Армении. Это Вайоззор, волшебная область Армении. В Вайоззоре я советую вам посмотреть. Есть следующие места. Итак, внимание на экран. Первое, это, конечно, наш Нораванг. Потрясающее место. Вы знаете, когда люди приезжают в Нораванг, они все говорят, что они отправляются на тысячи и тысячи лет назад. Это действительно правда, там именно такие ощущения. После Нораванга я советую вам поехать в город Еггнадзор. Мы видим на экране, сколько красивых мест в Еггнадзоре. Вот я хочу сказать, что он утопает в деревьях. И любая фотография, которую мы рассматриваем про Еггнадзор, мы видим, что это вот город, утопающий в деревьях. Он очень тихий, спокойный. В Еггнадзоре действительно очень интересно отдыхать. Еще одно потрясающее место в Вайоззоре – это село Арени. Кстати говоря, сейчас там строят большую гостиницу Туфинькяны, их система. И там будет открыто много новых также рабочих мест. Там потрясающее вкусное вино. Ну и если говорить о Вайоззоре, вот мы видим на экране фотографии, тоже сделанные наши команды. Это церковь Цахацкар. Вот эти кадры из Цахацкар всегда меня просто завораживают. Кстати говоря, если вы поедете Цахацкар, не забудьте, если это летом и жуткая жара, обязательно возьмите с собой резиновые сапоги. Там могут быть змеи, их бояться не надо. Они, как правило, под камнями. Но мы всегда должны быть осторожными. Вот когда мы фотографировали все это, я помню, что мы были очень осторожны со змеями. Но такую красавицу, как Ани Закарян, слава богу, змеи не укусили. Возвращаемся в студию. Прежде чем я расскажу вам о Георгар-Куникской области, хочу, чтобы мы увидели еще один промо-ролик. Это десятый наш промо-ролик. Мы снимали его несколько дней тому назад. Снимали его в Араратской области. Мы поддерживаем Араратскую область. И этот ролик мы снимали в Азатском водохранилище. Это просто сумасшедшие виды. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. Ну, а вы видите, да, что вот когда ты едешь вот в такие места в Армении, ты задаешь себе вопрос, эс хая стану, а это в Армении? Вот я до сих пор даже не верю, что мы это снимали в Армении, но это было с такой любовью, с такой теплотой снято специально для всех вас. И многие жители Армении мне говорят, Ром, после твоих эфиров, твоих роликов мы говорим, какая у нас красивая страна. Ну и давайте завершим наш выпуск Георгар-Куникской области. Всем вам я советую посещать Севан, озеро Севан, которое просто завораживает нас своими цветами. Они разные в солнечное и не солнечное время. Севан иногда бывает хмурый, иногда дождливый, но он всегда приветлив. Там же в Севане мы видим на экране прекрасную церковь Севана-Ванг. Подниматься очень интересно, по дороге там вам предложат очень красивые какие-то ювелирные изделия, флажки. Севана-Ванг, он потрясающий и в хмурую погоду, и в солнечную. Ну и, конечно, Хайра-Ванг, монастырь Хайра-Ванг. Посмотрите, какой вид на этот монастырь. Вам нужны фотографии возле этого монастыря. Если вы поедете в Георгар-Куникскую область, обязательно забейте эту локацию Хайра-Ванга, потому что без этой локации, я считаю, посещение Георгар-Куникской области неоправданное. И еще одно место в Георгар-Куникской области – это Норатус. Здесь очень много древних крестов, хачкаров, здесь очень много кладбищ. И я думаю, что это место нужно обязательно увидеть. Возвращаясь в студию и прощаясь с нашими зрителями, я хочу сказать, что каждый выпуск передачи в «Центре объектива» не похож на предыдущий. Они действительно разные, и такими они должны быть. Мы говорим о политике, о туризме. Не важно, что мы говорим, важно, что мы делаем это с любовью. И мы желаем только добра армянскому народу и Армении. Очень важно, что наша передача выходит на армянском языке у Давида Степаняна, у меня на русском, потому что армяне есть, которые живут за границей и говорят, думают только на русском, но их надо правильно воспитывать в хорошем понимании этого слова, чтобы они понимали, что правильно в Армении, а что неправильно. До свидания.